Вечерний Сочи для МаксПортал.ру В Сочи появится школа подводной борьбы. Об этом заявил президент Федерации Акватлона России Игорь Островский. Основатель этого необычного вида спорта прибыл на курорт по случаю знаменательного события. Подробности у Яны Кулешова. Игорь Островский основал Акватлон. Такое название получила подводная борьба в 80-х годах. И постепенно этот вид спорта стал популярен во всем мире. Сегодня Акватлоном занимаются в Израиле, Казахстане, Украине, Хорватии и других странах. Акватлон еще очень далеко не исчерпал своих возможностей для развития. То есть он, мы, хотя нам 30 лет уже исполнилось, да, в прошлом году, но мы еще в начале пути. Мы взяли сейчас курс на массовое развитие. Со временем Акватлон обзавелся турнирным расписанием. Так с 7 по 9 августа в Казани состоялся чемпионат мира. В нем приняли участие спортсмены из 6 стран. Изначально соревнования проводились с аквалангами, а количество раундов достигало 10. Сейчас в правилах появились изменения. В настоящее время проводятся только 3 основных поединка. И для определения победителя, если необходимо, только один поединок. Победителем чемпионата 2013 года безоговорочно стала Россия. Еще бы в стране давно готовят подводных борцов. Школы Акватлона существуют в Тульской, Тверской областях, Мордовии, Иркутске. А теперь появятся и в Сочи. Сочи уже давно созрел как спортивный город. И Акватлон – это наиболее зрелищный вид борьбы. И борьба под водой. Все-таки город находится на берегу Черного моря. Она логично должна быть и развиваться в этом городе. Тренировочная база у нас будет или в санатории «Искра», или в сочинском герфинарии в парке «Ривьера». Первые занятия по Акватлону пройдут на следующей неделе. А в будущем году сочинцы уже будут представлять Россию на чемпионате мира, который пройдет в Литве. Яна Кулешова, Никита Сусло. Вечерний Сочи.